Путин Взятки На что Александр Бортников, директор ФСБ, ответил Да как так? Мы полгода эту службу проверяли, уже завели уклонные дела на всех, кто брал взятки Я сопоставил цифры, что называется, с фактами Какую же силовую службу создал Путин за это время Ну, ФСКН, она была упразднена, Росгвардия, но там никаких коррумпированных скандалов, что-то пока не слышно, к счастью И пришел к выводу, что это, конечно же, Следственный комитет России Ну, вы все прекрасно помните историю, когда при помощи дронов за сотрудниками Следственного комитета следили ФСБшники Еще потом была история, когда ФСБ запихнуло прослушку в самовар И вдумайтесь только в это Путин в свое время создал силовую структуру, которая дублирует функции, часть функции ФСБ и часть функции МВД И мало того, что он ее создал, службу, которая дублирует функции других Так там еще коррупционер на коррупционере Взяточник на взяточник Это вот прекрасно говорит о том, какой же он управленец Это вести недели, это ваш любимый Киселев И мы начинаем Украинский чиновник рассказал о цели Киева Раздробить Россию на части Наша задача стремиться разделить Россию на части Заявил заместитель министра Украины по вопросам временно окупированных территорий Георгий Туга Он еще сказал, что я бы хотел бы видеть распад нашего государства на отдельные улусы, на отдельные кусочки В случае некоторых обстоятельств это может случиться, давай он Все России рассмеялись над этим Франц Клинцевич, известный депутат, заявил, что Украин пора задуматься об собственной целостности Да, я соглашусь с Францем, действительно пора А кто ее нарушает-то, а Франц, не скажешь Правильно Россия Ну идем дальше Кто полез без опознавательных знаков за КПП Гукова Что же касается наших россиян, то смотрите Вот, например, Кадыров заявил, что не пустят его спортсменов в Пингчанг на Олимпиаду Остальные спортсмены из, что называется, русской России заявили, что едут То есть, вот есть разногласия Дальше, есть группа ВКонтакте Калининградские, сами поищите, калининградские сепаратисты Волгские булгары Это те, кто живут около Волги И очень довольны действующей власти Потому что Эта самая действующая власть Загрязняет Волгу Запрещают Действующая наша власть Заниматься волжским булгаром Рыболовством Рыболовным промыслом Из-за этого Уббулгар, а это люди От Москвы, секундочку, до Астраха Не стоит думать, что они только в Казани Стоят просто исполинские Гигантские заброшенные элеваторы По берегам Великой реки Где вполне могли бы складироваться Тонны зерна Но не судьба В Сибири вообще люди живут На положении рабов Ведь там эти есть Закрытые города Не въехать Не уехать оттуда Вот если ты там родился Значит тебя автоматом приучают К так сказать Мирному атому Про весь остальной Кавказ Кроме Чечни Я вообще молчу Постоянно я слышу недовольство А почему Раз у нас федерация Например Татарстан Имеет больше полномочий Чем Скажем Нижний Новгород Вот я какие недовольства слышу Это все Вызывает недовольство Замешанное На ультра Националистических тенденциях В России Что Что надо оставлять Только Исконно русские земли А всем остальным По независимости Что называется Это я постоянно Постоянно слышу О том что Татарстан Идите нахрен Чечня Вообще там Хватит кормить Кавказ И так далее Сибирь Ну и Ну и живите там В этом вечном Вечном холоде Оставить надо только Города Так называемого Золотого кольца России А всем остальным Подарить независимость Ибо как говорят В России Хватит их кормить Вот это я постоянно Слышу То есть Раздробленность В России Она все таки Пусть в меньшей степени Чем на Украине Но есть Но есть все таки И вот этим Францу Клинцевичу И другим депутатам Надо было Надо заняться В добрый путь Владимир Путин На базе Хмеймим Приказал Вывести свои войска Из Сирии Кстати Это он приказал Уже в третий раз Но на сей раз Дело посерьезнее Ибо надо перед выборами Предстать в образе Миротворца Выиграть войну Который же и сам начал Сказать Нашим парням из ЛКС Возвращайтесь домой Дабы те пришли Хотя бы лучше Прилетели На избирательные участки И даже не думали Про других кандидатов Кроме Владимира Владимировича Ну давайте вспомним Что в начале Говорилось Что будут участвовать Только Воздушно-космические силы То есть самолеты Но в итоге Их оказалось Недостаточно Мало И без особой огласки Были привлечены Масская пехота То есть Наземная сила Флот Спецназ Артиллерийские подразделения Военная полиция Это вот все Чтобы вы не думали Что там только были Одни лишь Сирии самолеты Наши Остаются В Сирии Наша военная полиция Как я уже сказал Офицеры Сукопутных войск Также Там останутся Заявил Редактор Журнала Арсенала Отечества Виктор Мураховский Советский Полковник В запасе Причин Не доверять ему Нет Но его Заявления Остались Без внимания Так что Если это Не просто война А пиар Война То победа России Неминуема И Неотвратима Первый раз Путин объявил О выводе войск Из Сирии 14 марта 2016 Года Кстати говоря Наш президент Берет пример С американцев Те тоже Постоянно Твердят О том что мы Выводим свои войска Из Афганистана Из Ирака Обам об этом Сказал Ну когда еще Был президентом Но что-то Как-то Не особо Хочется Или не особо Получается Особенно кстати Говоря в Афганистане Трамп Не хочет Не желает Выводить войска Да и Буш Мы помним Та тоже Объявлял свое время Помните О победе Америки Над Саддамом Хусейном А потом Началась реальная война Которая Унесла Жизнь Еще больше Людей Американских Граждан Нежели чем Война С Саддамом Хусейном И мы Наступаем На их же Грабли Действуем Их же Методами Интересен Тут и Контекст Заявления Путина Он ведь заявил О выводе Войск Из Сирии Непростую Дагу В этот день Когда он прилетел На Хмеймин Была Годовщина Первого Вода Войск Российской Федерации В Чечню 23 годовщина Та операция Завершилась Полным провалом Для российской Армии Несмотря на то Что Грозный Был взят А вот Путин Другую Военную Операцию В другом Месте Не начал А завершил Так еще И с полным Подавляющим Успехом Ну в общем Пропагандистская Пиар Составляющая Визитов Хмеймин Ну просто Зашкаливала Ну просто Зашкаливала Кстати говоря Вы там не заметили Там По корабле Стоят наши солдаты Ну Очевидно Наземные силы Не летчики Их стоят Со старыми Потертывающими Калашами А нам Помните Что заявляли Вот АК 12 Вот он Будет Для всех Что называется В армии Доступен Но что-то Как-то С АК 12 Не заладил Или не знаю Есть только Успех Подразделений Все остальные Пользуются Старьем Вот Какой посыл Нам Несут Кремлевские Пропагандисты В реальности Наши ВКС Будут работать Скоро В Украине Или скажем В Белоруссии Просто потому Что когда у нас Крупный спортивный Турнир Мы не можем Жить без войны Ну Судите сами Олимпиада 1080 года За год до нее Введены Советские войска В Афганистан Олимпиады 2014 года Введены Войска Российские В Крым После нее Ну Или во время Скорее Когда Страна Какая же Страна На Сирос Подвергнется Подвергнется Агрессии Со стороны России После До Или может быть Во время Чемпионата мира По футболу Который нам Предстоит провести Нам еще Предстоит Узнать Вот только 118 человек По западным Оценкам Нам Несили Не вернуть И это только Военные потери Напоминаю Что Был сбит Гражданский лайнер Там были 240 человек И того Мы получаем Цифру Примерно 400 человек Погибших В Сирии Ну Плюс еще 100 человек Из так называемых Челука Итого Мы получаем 500 человек Да Это конечно Тьфу По сравнению С Чечней Там Или по сравнению Даже с Южной Осипцией С конфликтом 2008 года Но все таки Все таки Их Не вернуть И за это Несет личную ответственность Владимир Владимирович Вторник Сейчас Минуточку Олимпийский Олимпийское Собрание Российской Федерации Прогласовало За участие В Олимпийских Играх 2018 Года В нейтральном Статусе Олимпийский Комитет России Окажется Спортсменом Который Поет На Иглосодействие В решении Организационных Технических Финансовых И других Вопросов Жуков Заявил Что мы Олимпийский Комитет России Исходим Из того Что все Сильнейшие Российские Спортсмены Получат Приглашение От МО Но естественно Это не так Поедут Самые Слабейшие Чтобы Еще раз Дополнительно Унизить Россию Ведь Стоит Цель Какая Такая Стоит Цель Если бы Полный Запрет На участие Играх Был бы То можно Было бы Сказать Что Допустим Канадцы Нелегитимные Стали Чемпионом Олимпийских Игр Но тут Стоит В скобках Пояснить Что для Меня Лично Олимпиада Это такой Чемпионат Мира По Всем видам Спорта Ну соответственно По зимним Или по летним Для меня Лично Неофициальный Зачет Давно Стал Официальный Кто В общем Выиграет Больше Всех Золотых Медалей Тот И Победил Ну так Вот Допустим Канадцы Выигрывают Больше Всех Золотых Медалей Но ведь Мы Не участвуем И то есть Победа Канадцев Была бы Нелегитимна А так Едут Едут Ну и что Что Они Слишком Сильные Но это Спор Кто Сильный Кто Нет Кто Бежит Быстрее Кто Нет Кто Свинтовки Все Пять Мишеней Закрыл В биатфоне Кто Закрыл Четыре Мишени Ну и бывает Бывает А теперь Едут Едут И стоит Цель Какая Какая Не просто Под нитальным Флагом Чтобы наши Выступили А чтобы Вообще У них Не было Ни единой Золотой Медали На играх Или Вообще Не было Медали На играх Вот Какая Цель Стоит Международным Олимпийским Комитетом То есть Двойное Унижение России Как я Уже Сказал И что Поднялся Такой Вой После Этого В нашей Стране Что Мы Сами Потом Добровольно Когда не Выиграем Ни одной Медали Ну Такой Может Быть Вполне От Казались Бы От Следующих Игр В Китае И В Японии На радость Америкосам И канадцам А перед Жуковым Надо поставить Выбор Либо Он Занимает Должность Вице-премьера Либо Должность Руководителя Олимпийского Комитета России В нормальных Тоже самое Кстати И перед муткой Надо поставить В нормальных Странах Спорт Отделен От государства То есть Спортивные Чиновники То есть Чиновники Например От футбола И от хоккей Не могут И не имеют Права Занимать Государственных Постов Ну у нас Все слилось Единое Что Путин Кстати на Газе Заявил Что он Не против Участия Наших спортсменов Мы можем Ехать В Корею Потому что То-то То-то Но почему Все-таки Путин Решил Что Наши Спортсмены Должны Участвовать В играх Во-первых Олимпийские Игры В Южной Корее Не принесут Для него Никаких Неположительных Ни отрицательных Дивидендов Даже если Наши Спортсмены Будут выступать Под нейтральным Флагом Тут То есть Сказать Что Никакие Варианты Типа Советского Флага Или Имперского Не проканают Ибо В МОК Четко Заявили Что Под нейтральным Флагом То есть Под их Флагом Под Белым Паутничем С кольцами И ни под Каким другим Не под Нашим Во-вторых Пошел бы Путин на Байкот То нашим Спортсменам На следующую Олимпиаду Путь Буду Заказан Это Есть В Олимпийских Аркти МОК Что Если Она Объявит Байкот Олимпиады То Она Неменуно Пропускает И две Следующие Игры Что Ставят На колени Наш Спорт На Грани Развала Олимпийские Игры В Корее Для Путина Не важны Почему Ну тут Ответ Очевиден Сочинские Игры Были Таким Пиаром В свое Время Вот Россия Поднялась С колен Вот В 80 Году Была Олимпиада Там Жилось Лучше И вот В 2014 Году При Путине При В третьем Сроке В той же Жизни В общем Удалась Но По понятным Причинам Это понятная Причина На У Начинается На А Заканчивается Это Все Не получилось А Из Олимпиады Вышла Фактически Русско-Украинская Война Но Это Мы Отвлеклись Чуток От Причин Почему Путин Одобрил Участие Наших Спортсменов Даже Под Нейтральным Статусом Третья Причина Если бы Путин Объявил Байкот И запретил Участвовать Спортсменов В играх То Произошло Бы Чудо Многие В себе Спортсмены Нашли бы Белорусские Корни Или Казахстанские Или казахские И все равно Поехали бы Наигрывать Но Теперь Уже Тольше Нет России А Стран Ближнего И Может Даже Дальнего Зарубежья А Так Вроде бы Мог Допустят И наш Герб И наш Флаг На церемонию Закрытия И это Хороший Повод Будет Вновь Вновь Пропагандировать Что мы Выстояли Мы победили Почему Потому что Путин идет На четвертый Срок Среда Организации Исландовского Сотрудничества Признала Столицы Палестины Восточный Иерусалим Есть Такие Призывы Крупнейшей Политической Партии Ну Партии В кавычках Хамас О начале Третьей Интифады То есть Войны Против Израиля Уже Есть Решение Президента Палестины Махмуда Аббаса Выйти из Тех Договоренностей С Израилем С 1993 Года Но Вы только Вдумайтесь Одна и Та же Столица Для разных Государств С разными Религиями Такое Даже Не было С ФРГ И ГДР Я напомню Что столица ФРГ Был Столица ГДР Прошу прощения Берлин А столицей ФРГ Был Город Бонн Эти Самые Государства Ведут Войну Между Собой Уже Давно Вообще Город Иерусалим Столица Сразу Для трех Мировых Религий Там Покоится Иисус Христос Там Стена Плача Для Евреев И там Порок Мухаммед Вознесся На небеса К Аллаху В этой Слизи Этот Город Является Беспровлечения Городом Мирового Значения Но Что Скрывается За заявлением Хамас И Организация Исламских Сил То Что Они Будут Резать Убивать Израильтян На их Территории Вот Вам Гораза На Ракетные Удары И На Террористическую Борьбу А вот Например Чтобы Соединиться Палестине И Их Обособленному Сектору Газа То есть Вести Наступательные Боевые Действия На Город Офа Ким Чтобы Держать Дорогу От Кису Кису Фима До Лохавы Для Контроля С Целью Воссоединения Сектора Газа С Сектора Газа Палестины Примерно В районе Бейт Кама Они Этого Сделать Не в Состоянии Даже В Объединенном В Объединенном Что Называется Объединенной Исламской Армии С Другими Государствами В частности С Иордании Тут Надо Сказать Что Сектор Газа Чтобы вы Понимали Он Отделен Стеной От Израиля И вот Как раз Единственный Проход Около Этого Населенного Пункта Офакима Тут Есть Тут Еще Фактор Что Палестина Да Растоплена Они Не в Состоянии И не Могут Я уже Вообще Молчу Что Они Не способны Отбить Пока Что Иерусалим От Израильских Подразделений Но Вот Как раз Именно Поэтому Что Они Не могут Действовать Военной Силой И Наш То есть Путинский Союзник Турция Собрала Саммит Организации Исламского Сотрудничества Которая Видно Становится Правоприемницей ИГИЛ Которая Запрещена В России Даже В Допинг Тестах Родченкова А Трамп Конечно Хорош Ему Нужны Основания Чтобы Морпехи США Оставались В Сирии И он Перенес Посольство Из Тель-Авива В Иерусалим И тут же Началась Пока За исключением Ряда случаев Ну Эти случаи Тоже Не Шибко Приятны Ножом Израильские Полицейские Получаются В спину Ну Пока Все таки Не началась Война Но Протесты Начались И Ну В общем Трамп Подорвал Ситуацию В Израиле Специально Чтобы Были Основания Чтобы Американцы Оставались В Сирии Ну Как Соседним Израилю Идет Война Идет Война Ну Поэтому Мудал Звучит Если Он остался В Сирии И Эрдоган Вновь Хочет Усидеть На двух Стульях И Подставить Путина Ибо Ему Путину Придется Выбирать С кем Он Человеком Который Удал Приказ Сбить Наш Самолет Или же С теми Кто Обеспечивает Безопасность Гробу Господню Естественно Намекаю На Израиль И на Цахал И Кстати Где Те все Православные Активисты Во главе С Байкером Хирургом Пусть Едут Защищают Цветы Израиль Израиль Что Не едут Они же Вроде Должны Быть Идейные Православные Верующие Что Почему Они едут А Это означает Что Они никакие Не идейные Православные Верующие А Проплачиваемые Вполне Пропагандисты На Своих Байках Или Скажем В рясе Израиль Тоже Сделал Много Глупостей Например Ушел Сектор Газа Это Вот Как Если Мы Ушли Например Из Абхазии И Южной Осетии Гурдины Сразу Зашевелились И Начали Там Лизню Я Лично Считаю И Буду Считать Что Чтобы Не Появлялось Новых Террористов В мире Сектор Газа Должен Быть Полностью Под Контролем Израиля А Что До Палестинцев То Можно Нетаньяху Было Бы Признать Все Таки Палестину Но Без Столицы Израиль А Перед Этим В Центре Иерусалима Сделать Гигантский Забор С Колючей Проволокой И Еще Если Чтобы Отделить Да Вы понимаете Да Восточный Квартал Иерусалима От Западного Ну Западный Там Большинство Своем Мусульмане Восточный Христиане И Евреи И Еще Если Против Вас Объявляют Войну То Улицы Объявляют Войну То Улицы Усалима Должны Не Полицейские Подразделения А Армейские Подразделения Уважаемые Евреи А Арабам Можно Можно Объявлять Любую Антифаду Любую Войну Только До Тех Пор Пока Меркалы Не Приедут Четверг Владимир Путин Выбрал Самовы Движение Президент Не Будет Выдвигаться От Единой России У Нас Сложилось Четкое Понимание Как Путин Будет Баллотироваться В президенты И Как Себя Будет Позиционировать На Выборах Которые Для него Будут Уже Четвертыми Как Самов Движенец Доброволец От Народа Комсомолец Спортсменец Красавец Вот Он Как Будет Себя Позиционировать На Выборах А Если Что Случится Плохое То Виноват Будет Не Я Не Путин Не Владимир Владимирович А Единая Россия А Я Буду Ни Причем Родченкова Дозначили Уководителей Лаборатории Усада Это сделал Седатора Задержали Во Франции Да я Ни при чем А то Что я Это все Создал И Совет Федерации В нынешнем Виде И Единую Россию И допинг В Сочи Ну Так Забыли И забудьте Об этом Дорогие Журналисты Что Он Говорил На этой Песс-конференции Он заявил Что Ему То есть Путину Нет Альтернативы Нет Сильного Конкурента От Несменяемой Аполиции Вах 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 А вот Есть Такой Человек Как Алексей Навальный Имя которого Он не произносит Ну Видно Владимир Владимирович Путин Перед сном Постоянно Перечитывает Гарри Поттера У которого Четко У Навального Программа Действий Украл Выпил Если ты Чиновник Если ты Крупный Чиновник Все равно Идешь К тюрягу И это Не важно Что ты Руководитель Топ Компании Например С государственным Участием Вот она Повестка Дня Но она Смертельна Для текущей Путинской Системы И поэтому Брата Навального Арестовывают Руководители Его штаба Постоянно Задерживают И штрафуют Каждый Чуть ли не Каждый День Конечно Если ты Зачищаешь Самого Опасного И сильного Для себя Конкурента То выборы Превращаются Без выбора И без Особой Ну хоть Крошечной Конкуренции Путин Самовыдвиженец Если он Пойдет От партии Ему Так как он Будет Самовыдвиженец Придется Собирать Подписи 100 тысяч Подписей Ну Единая Россия Понятно Что Все равно Поддержат И Поэтому Но все равно 100 тысяч Подписей Придется Собирать Делается Это Для обеспечения Его Легитимности То есть Не 300 Не знаю Может быть Побольше Допустим 10 тысяч От Единой России Собирается На съезд Партии Условно Говоря И выбирают Конечно Кандидатов Президента Путина Но это Все равно Меньше Чем Весь Народ А так 100 тысяч Подписей Это Больше Чем 10 тысяч Единой России И Как бы Легитимность Будет В раз Существеннее Чем Нежели Путин Если бы Пошел От Ядра Да Конечно Вот Конечно Соберет Эти 100 Тысяч Подписей Вопрос Другом Кто Будет Собирать Эти Подписи В его Поддержку Ответ Учителя То есть Мало То есть Он Ну Не он Не Путин Лично Но Правительство Их Нагибает Постоянно Так Они Еще Будут Вынуждены Ходить По Дамам И Собирать Подписи Во Славу Нашего Царя Что Называется Легитимность Через Выдвижение От Партии Власти Он Путин Владимир Владимирович Обеспечить Не сможет Ибо Каждый В России Знает Что Партия Единая Россия Партия Жуликов И воров А тут Что Получается Главный Жулик И вор Вновь В четвертый Раз Идет Грабить Народ Не бывает Этому Подумали В Кремле И теперь О чудо Из главного Жулика И вора Владимир Владимирович Превращается В самого Движенца Добровольца Спортсмена И просто Красавца Отдельного Вгибания Заслуживают И поведение Журналистов Когда Задавали Самые Острые Вопросы От Татьяны Филингау От Ксении Собчак С дождя И от Романа Цембрука Из Удюн Остальные Журналисты Кричали Пошли Вон Да как Вы Посмели Да мы Вас Сейчас Всех Разболотим Во славу Нашего Владимира Владимировича По этим Воплям И Можно Было Понять Кто Настоящий Все-таки Журналист А кто Проплачиваемый Пропагандист Ну и Вишенка На торте Наш Ютубушка На подготовке Моего Материала К эфиру Путинская Пресс-конференция Естественно На первом месте Но это понятно В Вкладке В тренде Ее Посмотрели 330 Я еще Подчеркиваю На момент Четверга 300 тысяч 300 тысяч Почти Человек На втором месте Некто Дикай И Семейч С Видео Под названием Мэбэ 2 И так вот Они собрали Внимание 400 тысяч Просмотров То есть они собирают по 100% больше Чем пресс-конференция Владимир Владимирович Путина Но Идем дальше Видео про мэмы Одобрило 171 тысяча человек А Путина Одобрили Лишь 11 тысяч Человек То есть Мэмы Популярнее Путина А вот Его 27 тысяч Против Его И с такими Показателями Он идет До выбора И Конечно Ютуб Уверяет Что Это Никакая Ненадкодка Что вы Что вы Свят Свят Ну И По этим Ютубовским Показателям Очевидно Друзья У нас Назревает Новая Русская Революция Где Навальный На лихом А вернее На лошади Ксении Анатолия Собчак Въедет В Кремль Это Произойдет Рано или поздно Неважно Через 6 лет Через 5 лет Или Может Раньше Но Это Обязательно Будет Суд Пятница По делу Улюбкаева Исключил Факт Провокации Взятки В действиях Сечина Алексея Улюбкаева Приговорили К 8 годам Строгого режима Вот Часто Спрашивают А сколько Еще Дам Тебе Путина Владимира Владимир Владимировича В качестве Президента Вот Логой Ответ Еще 8 лет Ну 6 очевидно Это Его Президентский Срок Остается Еще 2 года Эти Самые 2 года Нужны Для Пиара Что Мы То 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 Губанист И Можно Будет Скостить Срок Да И вообще Мы Никакие Не Звери Арсен Добрые И Пушистые Совсем Пушистые А Путин Главный Губанист Но Это Только Кажется Лишь На Первый Взгляд Итак Вам Время Служба В Кавельевском По Градации Некто Олег Феортистов Подружился С бойцом Спецназа Военной Контрразведки КГБ Сергеем Шишином Ставшим Потом Начальником Управления Собственной Безопасности Федеральной Службы Безопасности А затем Руководителем Хозяйственной Части ФСБ Шишин Ведуя Тадачного Директора ФСБ Николая Патрушева Ходил К Руководителю С докладом С докладом К заместителю Руководителя Администрации Президента Барабанная Дробь Игорю Сечину В то время Курирующему Всех Силовиков В начале 2003 Года Сечин Поручил Шишину Создать Структуры ФСБ Спецподразделения Самыми Широкими Полноборщими То есть Внутри ФСБ Создавалась Структура Которая Подчинялась Не ФСБ Дефакто А самому Игорю Сечину А конкретно Шестая Служба Управления Собственной Безопасностью В Генеральной Службе Безопасности Прозванная Спецназом Сечина В ее состав В кадре Олег Феоктистов Шишин И парочку Бойцов Из Вымпела И Альфы Сам же Шишин В 2007 Году После Ряда Скандалов С поставками Китайской Контрабанды На склад ФСБ В Подмосковье Войнская Часть 54 729 Был Уволен А увольняют Чекистов Не Абакуда И просто так А был уволен В Банк ВТБ В должность Вице Президента Ну так У нас Увольняют Чекистов К слову Глаза И уши Сечина В ФСБ Остался Феоктистов Лично Помогал Игорю Сечину Отживать Юкус Уходарковского Феоктистов Уволили Из ФСБ После Обыска Усуслуживца Усуслуживца Путина В КГБ Главы Таможни Андрея Бельяминова По оперативным Датам Который Проходил Под псевдонимом Беляш В ФСБ Я уже говорил Что увольняют У ФСБ Не просто так И не абы куда А на хлебное место То есть В данном случае Феоктистова Уволили В Роснефть Главой Службы безопасности Данной компании К К К К своему Папе Так Олег Феоктистов В ФСБ Называл Самого Сечина А потом Феоктистов Сечина Приходит К Владимиру Владимировичу Путину С докладом Что Улюкаев Намекает На какие-то Привилегии От Приватизации Башнефти Путин Сказал Что решайте Сами Что делать С Улюкаевым Вот Они И решили 8 лет Строгача Феоктистов От этой операции По делу Улюкаева Разбогател До суммы 173 Биллиарда Рублей Это те деньги Которые Сечин Передавал Улюкаеву Во время Этой Операции По его Аресту Судья Лариса Семенова Поставила Вернуть Эти деньги Обратно В Роснефть И догадайтесь Где они Сейчас Нет Не в компании Роснефть А у друга Сечина Олега Феоктистова В его Доме В Я Би Не Дом Я думаю На момент Выхода Видео Что Он уже Успел Потырить Эти деньги По Обшорам Вот вам И ответ Почему Все-таки Задержали И арестовали Улюкаева Генералу ФСБ Надо было Много денег На пенсию Дачу И рыбалку Спасибо За помощь Данного Материала Выражаю Центру Управления Расследованиями И изданию Медиум Идем дальше В субботу Водители Выйдут Из Сумерка Правительство Обязало Российских Водителей Нести Светоотражающую Одежду В темное Время Суток В случае ДТП Или Вынужденной Остановки Транспорта Вне Населенного Пункта А я Вам вообще Предлагал А я Вот вообще Предлагал Фонарик На голову Крепить А что Тоже Даной Технологии Понятно Что Когда Обязали Пешеходов Носить Светодиоды То скоро Должны Были Поломки И обязать Водителей Их Носить Да Тоже Ясно Что Количество ДТП Из-за этого Снижается И уже Снизилось Кстати говоря У ГИБДД Нет статистики Относительно Сколько Водителей Погибло Или Пострадало Со светодиодами А сколько Без них Кстати говоря Чтобы вы Сдали У нас Нет Государственного Стандарта Качества Дарить Куртки Со светодиодами То есть Непонятно Насколько Ярко Они должны Светить И где В каком Месте Куртки Они должны Будь Установлены А может Вообще На пахе Кстати Прикрепить Или На На месте Ж Ну вы знаете Где-то Место Они Эти самые Светодиоды Должны Быть Непонятно Где Медведев Сейчас Будет Подписывать Одно Пострадание За другим Которое Будет Не нравиться Обширным Слоям Российского Народа Ну Его Этот Народ Медведев Будет Сейчас Экономически Нагибать Ему Вот Через 3 Месяца Уходит В отставку По Конституции У которой На этой Неделе Была День Рождения А Должится Да Хоть Ты Тресни Медведеву Эх Я так И представляю Что Водитель Когда Попадет ДТП Сразу Ну Не пойдем Чинить Там Машину Или Выяснять Кто Виноват А Должен Надевать Куртку С Этим Самыми Светодиодами С Этим Самыми Светящимися Лампасами А У нас Например Есть Дороги Водители В тайге Ну Что Такова Была Эта Неделя Не хворать Увидимся Пока